Ветеринар Ветеринар не даст добро на то, что их можно переселять в клетку на улицу. Землю для приюта выделила администрация города. Построил его хабаровский предприниматель Михаил Кулачко с участием других инвесторов и волонтеров. Они же на свои средства пока содержат животных. Приют «Добрый пес» уже заселили около 50 собак. Мы эту взяли обязанность на себя, везем ее сами и делаем сами. Следующим этапом, если получится у нас заключить какой-либо договор или будет какая-то компенсация, мы будем очень рады. Отловом безнадзорных собак занимаются две организации – спецавтохозяйство и спецкомбинат. У них уже есть такой опыт. Правда, прежде к ним было много претензий. Их обвиняли в жестоком обращении с животными. Теперь будут использованы более гуманные методы, например, инъекции. На сегодняшний день работают две компании по отлову собак в усиленном режиме, по заявкам. Заявок сейчас становится с каждым днем все больше и больше. То есть это не одна компания, а две. В ближайшее время приют начнет вести свой сайт. Любой желающий через него сможет выбрать понравившуюся собаку и забрать их себе домой. Перед этим питомец пройдет в ветеринарах, где ему сделают необходимые процедуры. Будущему владельцу животного подготовят документ, где будет прописано, что несет ответственность за питомца. А вот крупные собаки, если для них не найдется хозяина, останутся в приюте на бессрочное содержание. Софья Шульга, Павел Павлов. Для Большого Города. Спасибо. 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 Спасибо.